Не хочу этим заниматься Салют братишка Как дела у тебя? Молодой профессор в этой шаларе Мои нормально Скучненько только, когда не работаю Максимально Что я аж зачастил в прямой эфир Напишу, напишу, родной Я не ездил никуда еще Я если бы поехал, и это было в пределах разумного Я бы обязательно тебе написал А так я еще не ездил никуда А кем работаю, блядь Официантом В фастфуде По рэпу Трек с альбомом до конца недели доделаю Самому не имется Я уже и сниппет сделал И инстасторисы сделал Короче И все, что можно там Все сделал Надо допилить общий звук сейчас просто Мы сделали бит В принципе выровняли капу И теперь надо это просто все совместить И все Да я просто не буду отвечать больше на эти вопросы Можете писать сколько хотите Мне похуй Абсолютно Беспонтовая акция это все Райбен это очки Давайте общаться Я сам аналог с собой Не хочу вести Мне и так скучно С долбом не балуюсь больше В 2019 году решил завязать С этой хуйней Серьезно Я устал Я набалывался В прошлом году очень жестко С этим альбомом Со всем остальным Поэтому нет Часто встал в прямых эфиров Потому что скучно Когда не работаю Я начал вставать в 7 утра Вот представь мой день Теперь идет как полтора дня Как два Я обычно просыпался В 4 в 5 А теперь я стою В 7 в 8 Ну не позже 9 Край Ясен хрен Мне делать нечего Порой в течение дня Вот я зачастил уже С прямыми эфирами Травку можно по праздникам Но Типа сам за ней не бегаю Вообще Такой хуйни нет Она меня сама находит Как правило Такая вот история Слушай, с ними просто сложно Сейчас на самом деле С классными битмарями Очень много интересного В 3 часа дня Ты понимаешь Что там уже Пол дня прошло Тебе и делать нехуй Ты по сути проснулся Пожрал Уже и день заканчивается А ты такой Ебал Продрал Отвратительная хуйня Вообще пиздец Так нельзя жить Я вообще со следующего альбома Уйду в электронную музыку Блин, заебал этот рэп Нет, это конечно так Абстрактно я выражаюсь Но какие-то эксперименты Точно будут 100% Да нигде я не работаю Вы че ебанулись что ли На студии я работаю Когда я говорю Что я не работаю Или там хочу работать Я подразумеваю только студию И все Имеется ввиду Над музыкой Вот Курить бросать да буду Не сегодня только Доставщик суши да Да не скажу что много Нет концертов пока не даю Не скажу что это какие-то там бабки пиздец Ночная жизнь говно Поменяй ее братишка Тебе будет лучше Корсар сигарила Нет не знаю что это такое Я только капитан был и помню Курил когда пиздяком был Потому что они мажорные такие Да не хочу делать дреда я уже сто раз говорю Дебильная история Раком главное не заходи в нее Все нормально у тебя будет Не на доске не катаю Я пробовал пару раз Разъебался очень сильно И больше что-то желание не возникло Да Влюблялся к сожалению Или к счастью Не знаю Наверное к счастью Да я так сейчас смотрю на эти вещи Да вообще не надо Чтоб тебе что-то вкатывало Вкатись от салатиков С соком Не хочу и пробовать ваши сигареты Блять я уже заебался их пробовать На этого парламента Блять за глаза и за уши Минус два у меня зрения Тату на руках Не несут какого-то определенного смысла С правой стороны просто Все что мне в голову взбредет С левой стороны Янг мертвый бой снабит Во всю руку И все Больше ничего Рисовать да пробовал Я в детстве очень любил Я граффити рисовал Помню у нас был Перевод тут Пиздяковство классный Мы бомбили ходили У меня до сих пор Монтана Баллончики дома валяются Потом просто пробовал рисовать Бросать не пробовал Прикиньте Вообще Ни разу То есть я себе мысль Как-то заряжаю в голову От того чтобы я начал борьбу Прям активную Не доходило ни разу Ну как тут дойдет Я то блять сидел Там понятное дело Вообще хуй бросишь То потом вышел Это трэп шмэп Вся хуйня И все ты как-то вообще Не расставался с этими папиросками Вот по рапу уже Да Это чувство Какой-то оглушенности Что ли В ахуе Непонятках Отвыкшие От всего Вообще От свободы Что ты Вообще Где-то находишься Как будто В другом мире Концерты будут Только после альбома Я думаю Я раньше не собираюсь Этим заморачиваться Даже Да вот И сейчас подходит Как раз этап Того времени Когда я уже заебался На самом деле Просто Банально Три года Четырнадцать по-моему Не спиздеть Четырнадцать это было Или там Пятнадцать Не позже Да-да-да Новый трек Буквально Вот сейчас я до конца недели Я его доделаю И сдам его заливать Так как у меня В этом месяце Днюха Я попрошу Залить Побыстрее Чуть-чуть Чтобы успеть В январе Его выкинуть Альбом Стризи Это абстрактно Все было Больше Выйдет Будет вам Столько альбомов Сколько Вы заебетесь Слушать Даже Следующий трек Лирика В прямом Смысле Этого слова Совсем Старый Уже Буду Не буду У меня башка Грязная Поэтому И хуй вам Они волосы Я не помню Что я показывал В мае Если честно Я столько всего Уже показывал Все выпустить Не могу Да-да-да Ну не так будет Называться Но типа Там припев Это да Это трек Только он звучать Будет жирнее Потому что я его доделал Да, покушал Спасибо Сейчас надо будет Еще покушать Пойти Не забудь 25 Миздец Вообще Что это такое Я не знаю Это ужас какой-то То что я включал Демку на трансе Это вообще Хуйня полная Типа по-другому Будет звучать Не в плане того Что он как-то там Видоизменится Там бит стал Совершенно другой И вокал Поплотнее Ну короче Интереснее стало Намного Там же демка Была пустая Считай Там только Драмка Гитара была Живой И все А там теперь Мы еще бит Прописали Под это Все дело Короче Будет прикольно Да походу Она не выйдет Да там Какая-то хуйня Что-то наснимали Наснимали Чего Потом загасился Забил хрен Но я не стал Его задрачивать И все И все Короче На этом Ой да слава богу Что она пропала Это такой ужас Вообще На интервью Это какая-то Хуятина Поставили камеру Прям снизу Так чтобы мне Куда-то в ноздри Снимало Этот объектив Свет Какой-то цветной диванчик Москит этот Напротив меня Там прям в упор Это ужас Какой-то Какие-то вопросы Я еще глупенький Тоже только вышедший Там какие-то Панты Кавачу сижу Короче Хуйня полная Вообще А не интервью Надо Если прийти куда-нибудь К человеку адекватному Который будет задавать Неадекватные вопросы И раскроет меня Как Не знаю Как личность что ли Чтоб я комфортно Сочувствовал Тогда можно интересно Поговорить Пообщаться А это не интервью Это залупа Какая-то полная Да Один написал Да Пиздатый Учитывая то Что я еще Как кур лапой Все это делаю То прогресс Есть уже Если не забивать Хуй А продолжать Это писать Как я хотя бы Одну-две демки В день То через полгонечка Можно будет Уже нормально Долбить Начал музыки Я с демки Написанной В баночке Мы поставили микрофон В банку Из-под орешков И я накидал Какой-то англоязычный Фристайл Потому что До 16 лет Я считал Что рэп на русском языке Вообще не может звучать Нормально К Дудю Если я пойду У нас будет драка За правый стул У меня не рабочая сторона Такая же Как у него Поэтому Я не знаю Как мы там будем Блин Сражаться За это место К Бойзу Не хочу идти Потому что Не хочу Все Не знаю Да Как бы Не то что Я там должен Какой-то пройденный Путь рассказывать Еще что-то Просто поговорить О том Что я есть Вообще В этом мире Как-то так Что ли Ну как бы Раньше Было Да Сейчас Много Что интересного Помимо Ливейна Он свое Уже Отпел Так сказать Больше И не надо Там Больше Полторы Тысячи Треков Глупо Было бы Требовать От человека Еще Что-то Ты хочешь Не хочешь Волей Неволей Ты Испишешься Никто Никого Не забыл Орешь Что ли Совсем Никак Видеоблогером Стать Нет Спасибо Я бы Поснимал Какой Ни Дей Тодей На самом Деле Если бы У меня Ходил Со мной Я Куплю Себе Человека Какого Нибудь Скажем Так Попозже Который Будет Ходить Со мной Снимать Дей Тодей Может быть Интересная Ходня Получится Но Сам Ходить С этой Камерой Это Пиздец Глупость Какая Исполнители Которых Я служу Последнее Время Сложно Тебе Сказать Даже Но Сейчас Мишанина Из Электронщины Канни Веста И Каких Старых Треков Больше На Ностальгия Сейчас Пробивает Чего-то Свежака Вообще Нет Нормального Или Я Уже Просто Старый Стал Что Тянет На На Ретро Скажем Так Да Ко Мы Вместе С Ладиком Придумали Ник Можно Сказать Что Он Мне Придумал Формально Что Буду Делать Когда Испишешься Начну Писать Музыку Если Слова Закончится Буду Говорить Через Музыку Значит Исключительно Или Еще Чем Заниматься Интересным Да Вот Именно Какое-то Слово Такое Стоялого Есть Что-то В этом Да Спасибо Тебе Да Существуют Ведь Че Ебанутые Такие Вопросы Задавать Вообще Мне А че Ему Не Существовать То Пацаны Просто Сидят Я Один Я Ж Не Буду Набирать Здесь РПГ Из Малолеток Каких Новых Я Над Собой Работаю Пацаны Подтянутся Будет Весело Молодец Че Тебе Сказать Конечно Считаю Да Я Уже Объяснял Почему Я Зачастился Эфирами Потому Что У меня Теперь День Начинается Восемь Утра Стабильно Ну И В течении Дня Думаю Нет Нет Когда Мне Хуй Делать Я Могу Выйти Сюда Попиздеть Включить Видеоблогера Так Сказать Не Слушаю Я Русских Исполнителей Только Поющих Девочек Я Слушаю Вчера Искался На Сэмплы Кого Можно Из Русских Девочек Взять Еще Что Ни Такое Точно Не Рэперов Короче Если Из Русских Исполнителей Кого То Слушать Точно Не Рэперов Да Нет У него Хита Со Мной Не Знаю Я Кто Это Вообще Может Сам Прилепил Ник Нейм Свой Я Хуй Знаю Это Мне Это Незнаком Да Я Пытаюсь Пока Вы Ходить Сюда Почаще Потому Что Я Жил Как Зомби Прошлый Год Весь Просыпался В Четыре Часа Дня Ложился Спать Семь Утра И Меня Настолько Это Как Человек Это К Чему То Приведет И Это Приводит К тому Что Я Стал Чувствовать Себя Лучше И Проще Питаться Чаще И Дело Больше Успевать Сделать Не Всегда Со Смыслом Нет Есть Со Смыслом Татухи Есть Партайки Так От них У Делать Потому Что Денег Хотел Потому Что Гучи Мэйна Слушал Вот И Занялся Криминал Вы Не Знаете Что За Музлота Стреляла В То Время Когда Я Первый Релиз Взял Да Вообще Была Такая Стилистика Атланты Там Гучи Мэн Вака Флака Брик Склад Джуисман Янглэй Прочие Чуваки То Это Пиздец Что За Музлот Был Там На Клипы Посмотришь Это Одни Наркотики Пушки Бабки Вся Хуйня Я Еще Пиздюк Конечно Я вдохновился Этим Во всем Виноват Трэп Истина Я Не знаю Кто Это Такие Мали Чайковский Вчера Послышал Вот У нее Бокал Классный Крутая Украинская Какая Певица Феррари Бойс Да И Проще Движухи Тату Версачи С логотип На руке Я набил Первое Потому что У меня Ремешок Был В этот момент Надет На мне И я Такой Бей Похуй Вот Первое Татухо Так И Выглядило Ну И С Лев Вейне Я Конечно Кайфовал В Пиздец То 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 Движухи Какие-то Был микрофон Блять Фрути Лупс И прочая Хуйня Ну Естественно Я сижу Меня Это Пиздец Как Заманило Я думаю Да ну Нахуй Можно Рэп Делать Прям В Тюляге Блять Конечно Я там Залетел А он Какой-то Русо Рэпер Там Икея Наганов И Шалай Такой Ну И Я Под Стилистику Его Этих Мотивов Так Сказать Под Его Вайб Навалил Тоже Какую-то Русь Жесткую Поэтому Мне Стыдненько Так За этот Трек Но Он Имеет За Собой Бэкграунд Того Что Я Записал Прям Там Поэтому Пускай Будет Плохой Не Назову Тебе Так Потому Что Я Вообще Не В Курсе Кто Там Что Там Что Происходило Я Ж Отдыхал Да Понятия Не Имею Честно Захотели Отправили В Душа Не Ебу СПБ Отчасти Пока Пацанов Нет Не Сказал Да Родился СПБ Пригодился СПБ Ничем Только Музовом Занимаюсь Понятия Не Имеет Уже Когда Такие Вопросы Интересные Да Вы Заебали Уже По Моему Это Обще Известная Информация Вообще Ну Ну Я Не Не Пацан Стоит Поздравлять Или Нет Если Ты Осознанно Это Сделал То Поздравляю Если Ты Насмотрелся На Левопамп Какого Нибудь С фейсом Мне Тебе Жаль Зачем От армии Косить Если Ты Сидел Единственная Польза Во всей Этой Движухе Отсидел Все Не Служишь Больше С С Сидкиком Да С Петей Общаюсь Плотненько Самая Любимая Книга Сложный Вопрос На самом Деле Их Много Ну Я Не Знаю Что Что Ты Там Увидел В этом Треке Такого Это Вообще Пиздец Катастрофа На микрофон От Караоке Записанный Видимо Просто Боль Чувствуется Момент Желания Делать Трек Пока Я Типа Находился Там Передаются Какие-то Эти Эмоциональные Вайбы Так Сказать Возможно Но Я Ничего В нем Не Чувствую Ну Тогда Поздравляю Тебя С Этим Че Главное Чтоб Тебя Работать Не Надо Было Я Вообще Не Торчу Так Что Можешь В мои Зрачки Заглядывать Сколько Хочешь Они Трезвый Пиздец Я Не Слушаю Таких Я Могу Сказать Что Я Вообще Не Знаю Их Треков Так Трек включить. Бывают такие моменты, что ты включаешь бит, и все, трек пошел. Сразу же. А бывает, что ты вот услышал бит, он тебе в принципе нравится, но нужно посидеть, подумать. Ну, никогда я больше пары дней не пишу трек. Вообще я могу, блядь, парой за ночь, если еще и заряжен, написать 3-4 трека за сутки. Так это, блядь, было в прошлом году, я же сказал, в этом году я зожник хуешки, епта. No drugs. Нет, не видел. Я же не интересуюсь, заебали, спрашиваете такие вещи? Гидру я последний раз видел в прошлом году, на новый год, вроде как живой, я касательно музыки понятия не имею. С ЛСП списывался очень давно, как только вышел еще в твиттере. Пообщались с ним чуть-чуть, и все, больше нет, не видел его, не общался, не поддерживал, никакой связи. Я ни с кем никакой решился. Это вот у тебя ощущение складывается, только такое. Трэп пожарил с ним мяско, да, я помню. Я-то нет, нет, я в этот момент жарил мяско в другом месте. Ну, я, кстати, пишу-то не только заюзанный или убитый какой-то, нихуя. Я это резко пишу, просто режу. Ничего, чем я сейчас занимаюсь, сижу дома, скучаю, жду момента, когда вернусь к работе, в полочку играю. Вот решил видеоблогера поиграть ненадолго. Торговать-то плохо, да? Потому что ни к чему хорошему в России это не приводит. Гучи Мэйном ты здесь, блядь, не станешь. Угу. Ну, я что сейчас не катаю. Попробовал в Red Dead поиграть, во второй. Ну, что-то меня заебал на этой лошади там скакать. NFS-ку себе последнюю поставил, FIFUL 19-ю. Ну, что такого там? Ну, у меня набор игр этих я ебал, и что-то мне последнее время вообще не хочется играть. Просто, блин, на Ютубе сижу, считай, из плойки. Да, ну, они, наверное, обиделись на меня. Они мне предлагали дистрибьюцию свою, чтобы я якобы стал подписантом их паблика. Я сказал, ребят, извините, но как бы нет. И после этого, видимо, они теперь целенаправленно меня игнорируют. Как больно, когда тебя не постят в Рипе или в новой школе. У тебя нет шансов пробиться. С плойкой такая история у меня была, что у меня, блин, на протяжении жизни вообще никогда не было приставки считать. То комп, то еще что-то. И тут я решил, блядь, купить себе PlayStation. Купил себе PlayStation, такой, как псих в нее играл-играл, и все. Но у меня так же и с телками, и совсем другим. Типа, пока нету там, хочу, как только есть, нахуй не надо. Замечательная история. Ну вот это вообще вопрос, каких людей ты уважаешь? Любых людей, кто добился чего-то в моем возрасте больше, чем я. Ну, правильными путями, скажем так, умных людей, непиздлявых людей. Какие интересные тут шерифы, шерифы развелись. Да, да, да. Вот так вот и вот и зарабатываем. Именно так. Конечно. Носочки ресейлю, ремешочки офф-вайт. Надо кому-нибудь. Это последнее. В пачке. Ха-ха. Чуть из лица не просто чёрная шапка, никаких брендов на ней нету. Тачка это под конец 2019 года планы обзавестись чем-нибудь под жопу уже. А чё произошло 18 августа? Ну-ка подробнее. Да я даже не знаю, много чём могу рассказать. Вопросы задавайте сами, я тупо вещаю так как его. Почему вам интересно, что это за сиги? Нет, это Пётр Чёртный, братишка, в обновлённом дизайне. Блядь, что ты пробовал из наркотиков. Героин, гаш, всё что я люблю, сухарь питерский, соль. В прошлом году последний раз пиздился. Я пьяный приехал к корешу в Москву отмечать Новый год, нажрался, блядь, за двадцать минут, начал скидывать какие-то кружки со стола. Я скинул кружку со стола, он сказал, вот ты еблан. И я, короче, развернулся и разбил ему ебалу, выбил ему зуб. Вот это был последний раз, когда я пиздился. Всё что я люблю. Да не, я пока ещё слишком дричь. Я хочу поднабрать в этом году я весь-ка, купить сигейнеры, пожрать, попить, позаниматься. А потом можно и пиздить уже людей ходить. Ну так-то я тренил, пока сидел. Там на лапах меня парнишка один подтянул. Нормально. Ну так что можно будет кого-нибудь разложить, если что. В тюрьме побольше был, да. Намного. Я там килограмм семь-восемь набрал. Соотношение роста кресла сейчас максимально неправильное. Я должен килограмм девяносто весить уже. Зачем поедешь за шоком? Шансы твои девяносто процентов, блядь. И каждый раз вот эти десять, это то, что тебя не поймают. Вот Мегамас, мне тоже советуют. Типа, блин, гейнер нормальный, набираешь на нем, да хуя. Ну, это что-то мне девочка подарила, наднюхала. Там камушки, по-моему, то ли сваровские, то ли что-то, и просто серебряная такая хуйнюшка красивая. Был худющий, стал здоровый, да. Ну, на Вискалифу посмотрите, охуенно же пацан, по-моему, собой занялся. Намного лучше, чем был сейчас. Новый материал в этом месяце. На могилу вербиться я не ездил, я вообще на могилу стараюсь не ездить. Очень какие-то ощущения странные с этим. Ну, если у тебя что-то интересное по дизайну есть, что меня заинтересует, давай попробуем, напиши в директ. Калифа вот, да, хорошо себя чувствует. Хочу с него пример брать в этом плане тоже. Потому что, если заниматься какой-то концертной деятельностью у нас в России, и попутно еще совмещать вот этот торчилайф там и прочую хуйню неправильную, то ты не вывезешь просто. И все. Да и в принципе по-человечески ты себя чувствуешь лучше. Софи во всех смыслах. Да, ну негров ноздри у всех здоровые, поэтому ты тут не преувеличивай, это не имеет отношения никакого. Ну ясен, хер он с таким количеством бабок торчал. Я думаю. Но сейчас он красавчик вроде. Поэтому берите пример с правильных людей. Я не фитую за бабки, я вообще не фитую ни с кем. Сейчас. Так, что такие дела? Солджи Боя, а блоги последние? Я не слежу за музыкой Солджи Боя. Наверное, годы так с 2012-го. Да ты дурак, если ты считаешь, что ты по экстази все вывезешь. Ты видимо не теми вещами просто занимался под своим экстази, если ты такого мнения. Я кайф ловлю от того, что я занимаюсь, тем, что мне нравится. Вот от этого я ловлю кайф. От спокойствия, стабильности, ну не скажу тебе, что я прям кайф от этого ловлю какой-то. Бля, тут одни нарки, да, я в ахуй. Надо под песоту свою как-то, блядь, выгонять нахуй этих наркоманов. Пускай идут слушать какого-нибудь, не знаю, я, торча, блядь. Я хочу завязать с этой хуйней все ебнутые, что ли, реально. Я уже взрослый стал. А там если дальше этой хуйней все заниматься, ты же, блядь, сдохнешь. Просто сдохнешь нахуй. Я как, блядь, могу как бы стопроцентной уверенностью вам сказать, что ни к чему пизда там у вас это не доведет товарища. Это пока вы пиздюки еще. У вас все заебись и со здоровьем, и со всем остальным. А потом ты просто не успеешь обернуться нахуй, ну все, уже поздняк метаться. Я никого не делал такими, суки, вы че охуели? Такие обвинения мне кидать. Это как бы осознанный выбор каждого человека. Если у вас мозгов не хватает своих, то я так ни при чем. Да, конечно, есть. Понимание придет к каждому человеку само в один прекрасный момент. То есть, что бы я здесь не вещал сейчас, пока сам не допрешь до этих мыслей. Это все бесполезная акция. Слушать чьи-то советы, аннотации, блядь, там, прочая хрень, это все пусто. Да, не хочу. Так как я ни с кем из них не знаком с людьми, там, то есть, я не хочу фитовать ни с кем, то есть, дистанционно, там, еще что-то. Если человек находится со мной рядом, там, как бы залетает со мной на студийку, мы знакомы, еще что-то, то, возможно, это, да, интересно как-то поймать одну эмоцию. А вот эти вот какие-то дистанционные фиты ради фита, это полная параша не имеет никакого интереса для меня сейчас. Чувак, прошлые мои треки, это мой образ жизни. Я новую музыку еще не выпускал сейчас, так как я чувствую себя сейчас. Ты можешь говорить мне об этом сколько хочешь, послушать мой последний дроп даже, там, как бы, я не столько пизжу за дерьмо-то. Дальше вообще это будет сводиться к минимуму. Вот и все. Вот, как бы, да. Я же не говорю, что я, типа, в треках говорю, что я пиздец торчок, а, блядь, сейчас в трансляции вещаю, что я за зож. Я, как бы, торчал, блядь, все, о чем я говорю, я это делал. Ну, и нахуя это продолжать? Вопрос теперь, внимание, вопрос, это чё, какая-то стилистика, что ли, без которой я не вывезу дальше? Да нет, я разноплановый, мультижанровый, блядь, артист уже. Осталось только теперь это презентовать. Да, я потом посмотрю. Так что тут история-то такая, я просто к этому пришел не сразу. Ну, как бы, как и любой другой человек. Мне хватило примеров со стороны. Тот же Веробица вот кто-то говорил. Чем не пример ярко выраженный того, к чему приводится это дерьмо? Человек был мега талантлив, был лучший звукаривающий, чуть ли не России, блядь. И что? Пацан просто сторчался, у него поехала фляга, что-то случилось там в личной жизни, и в конечном итоге это привело вот к чему. Просто задумайтесь, блядь, своей тупой мелкой башкой, нахуй, и как бы, надо ли оно? Если есть примеры, как бы, какие-то. У меня не было примеров. У меня примеры были всю жизнь одни торчки и негры, блядь, которые еще на этом деньги делают. Вот вся, как бы, лайф-стори. И мои пацаны, которые все банчат, блядь, с детства при бабках и при наркоте также. То есть, у меня не было таких примеров. Сейчас уже с возрастом, я сам до этого, до первых. Это, конечно, будет. И не на вертолете, и на лимузине, и на всем, чем хочешь. Подожди немного. У меня понятия не имею и не общаюсь с ним. Так что так. Главное заниматься тем, где ты чувствуешь себя счастливым. Да, всегда хотел братишку себе, чтобы научить его тому, что, блядь, я не понял свое время. Но, к сожалению, у меня вообще родственников нет, считай. Одна мама, и все, больше никого нету. Крестная есть еще, и все, больше никого нету. Гамчик, больше никто. Пиздец. Да, бацан, до сих пор барыжу. Сонька, все нормально. Поторапливают меня. Альбом в процессе. Все заебись. Просто там возникли сложности, скажем так. У меня куча проектов с лета висит. Тогда, когда мы еще немножко неумело их записывали. И сейчас все это нужно разгребать, чистить и приводить в божеский вид. Поэтому это не все так быстро оказалось. То, что я сейчас записываю, мы, в принципе, почти сразу освободить умудряемся. А то, что вот старенькая лежит и пиздатое, нужно доделывать сейчас, доводить до ума, чистить все. А скоро будет. Я доделаю, обязательно выпущу все красиво. Все в порядке. Да я думал, что-то снять над летом надо снимать на такие треки клип. Да и как-то желание на старье вообще нет. Какой-то мотивации что-то снимать. Я очень быстро перегораю к своей музыке. Максимально быстро. Причем мне достаточно выпустить трек. Мне он уже не нравится. Не знаю, что это за хуйня. Так же и с ритами, так же и с фотками, со всей вообще херней. Все, что я выкидываю, оно мне фактически сразу перестает нравиться. Я хрен знаю, что это за какой-то маниакальный синдром. Ух ты, уже я тебе не могу сказать сколько сейчас готово. На финале не так много. Да не, не то чтобы дорогие. Тысяч двадцать там плюс-минус. Я их сам проебал где-то. Не в адеквате. К ритуировкам отношусь положительно. Если они в себе что-то несут хотя бы. Хоть частично. Ну и как-то красиво сделано, я не знаю. Психолог бы сгонял, да что-то я не знаю адекватных. Если честно. Если у меня появится какой-то адекватный. И пример человека, которому он помог. Он мне распедалит вообще все нюансы. Чем он ему помог. И если смысл вообще тратить на это деньги, то я бы сгонял. Почему нет? Битмейкеры на альбоме. Я. Мой звукоинженер. Вера Майна. Лоннар. Сайдкик. Ммм. 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 Ну еще. Ахайселф. И еще кто-то. Вот так вот. Да, было бы удобно, кстати, так фильтрануть это все говно. Нет уже как сто лет. Нет. Спасибо. Лежал в психушке. Там весело, блять. Да, пиздец. Там наверно охуеть как весело, мэн. Обоссаться можно от смеха. Нет, не лежал, слава богу, никогда. Да у меня нет таких психических. Расстрост, чтобы мне понадобилось какое-то лечение принудительное. У меня скорее свои загоны, с которыми мне интересно самому справляться. Нежели чем привлекать каких-то людей на помощь. Пока еще, слава богу, не приходится этим заниматься. А мне, я не слышу сейчас биты, что скидывают. Мне что скидывает вообще такая шляпа, что страшно включать. А потом включишь еще заебут вопросами после этого. Поэтому, блять, сейчас я сам где-то ищу биты. Стараюсь. Да и как бы и сами мы пишем уже биты. Да ты вообще не говори. Я сам в шоке. Чем я заслужил такую аудиторию, скажем так. Хотя они в принципе везде такие. Я не знаю. Ну может каких-то там поп-исполнителей может не столь неадекватные. Кто, в смысле никто. Когда я отзывался о Гамчике, что он никто. Хуйню какую-то сморозил. Гамчик сидит. Он в семье. Как был, так и будет. Хуйню какую-то пиздите вообще. А я не умею пить, да. С алкоголем у меня вообще страшная история. Поэтому у меня никогда не было манечки бухать. Я вообще спокоен. К этому вообще, считай, не пью. И пить не умею. Это хуйня. Или барагозить начинаю. Или еще что-нибудь. Или блевать. Поэтому нахуй это дерьмо. С Вагом Мюзика распались, потому что Лёва умер. Лёва не стало и идей на себя пропал у пацанов. Так сказать. Вот они и распались. Рэпи Лёва. Да я понимаю, да, просто. Ну, блядь. Причем спрашивают, как правило, одни и те же люди. Или у меня какие-то визуальные обманы, или это реально одни и те же чуваки. Спрашивают там по третьему, четвертому разу у меня. Да и слава богу, что ее не будет ни у кого. Не дай бог вам такую хуйню какую-нибудь испытать. Да, я видел пост, что локоть там прикрыли что-то. Ну, бывает, дерьмо случается. Завязай с дерьмом, займись делами, блядь. Когда ты занят делами, у тебя нет времени на дерьмо. Дай бог там на выходных найдешь времечко себе чуть-чуть и все. И то, как бы, нет, нет, еще подумаешь, надо бы оно тебе. Стопудово вот. Будет, конечно. Чуть-чуть попозже просто. С альбомом разъебусь, со всем этим разъебусь. Там можно будет спокойно и какой-нибудь турчик собрать, и в городе у себя побахать, каких-нибудь тусовочек сделать. Режим снова отличный. Сейчас вырубает уже к 11, уже все в сон клонит вообще. И без будильника, считай, просыпаюсь там 8-9. То есть очень круто. Какие игры тебе помогают от дерьма отойти, ебнулся что ли? Только больше начинаешь курить, если игры полюбишь. Чтобы интереснее играть было. Так что не надо здесь это все фуфил. В 14 лет начал заниматься музыкой. Никаких пока не будет фитов, уже сто раз говорил. Не хочу. Не вижу тех, с кем мне интересно это сделать. Нет, может и есть те, с кем мне интересно это сделать, но это нужно делать правильно. А не писать кому-то там в личку, давай фитонем, блядь. Надо встречаться. Надо вместе ехать, работать. Это все не так-то просто. Как вы думаете? Домашнее животное было, кстати. У меня кот умер, пиздец. В 17 лет коту было. Грустная история, скажем так. Райпи-кот. Биты сейчас мне на альбом делаю сам. То есть на альбом то, что я делаю, это я как бы со звукарем делаю. Так как у меня еще руки-крюки немного для альбома, скажем так. Но я участвую в процессе, сам пишу драмки, подбираю звуки и прочие вещи делаю сам. А так биты пишу, учусь сам пока писать в процессе просто. Да-да-да. Вот. Игры это фуфло все полное. Ты не думай, что тебе это как-то поможет. Следующий трек будет как раз с альбома. Потому что я его выпущу с синглом, но я думаю, что я его в любом случае включу типа в трек-лист альбома. Грядущего. Поэтому в принципе там по звучку будет отдаленно уже напоминать альбом. А подогревать интерес какими-то сниппетами за месяц там, блядь. Ну это глупая акция вообще. Вы же потом заебут меня вот эти любители спросить, блядь, про наркотики и про прочее. И какими-нибудь комментариями, блядь, где-где-где-где. И прочая история. Поэтому заранее не очень хорошо все это делать. Ну и я так не люблю, по крайней мере. Так, если что-то и палить, то палить хотя бы за недельку уже до самого релиза. Ну осенью еще хотел. Вот уже сейчас зима закончится, все хочу еще. Хотелка. Плохо работает в этом направлении. Во всем остальном вроде справился, а вот, блядь, с сигаретами все, блядь, борьба никак не может закончиться. Ну, почитай где-нибудь. Я не хочу здесь нотации проводить, как это все происходит. Конечно платят тебе. Не, не будет. Я вообще не понял, нахуй я с них и тону. Это какая-то чушь, блядь. Трек тоже параша. Да вот, да. Я припалю сниппет грядущего трека в ближайшее время, как утвердим даты мы. Потому что в нем будет дата вписана, так сказать, монтирована. И я не могу его... Он уже готов, я не могу его сейчас выложить, потому что дата типа не утверждена, скажем так. До конца недели надо доделать трек, и тогда утвердим дату уже. Можно будет припалить уже что-нибудь. Тогда да. Так что так. Брат, расскажи за лейбл. Ёпта. Брат. Не брат ты мне. Бля, надо было. Я очень хотел переделать, перемастерить трек-то. Мы же его убили с видением. Охуевший трек был. Первая попса коммерчески успешная от меня была. И в гандо шли и с видосом торопливым. Вообще. Мне грустно за этот трек. Может я его перевыпущу какую-нибудь версию попозже. Так что так. Да я не скажу, что редко. Это вот второй эфир уже с разницей в день. То есть я позавчера выходил, сегодня выхожу. Может быть будет настроение. Еще выйду со студички, как поеду и так далее. Почаще сейчас буду это делать. Так как я уже объяснял по какой причине могу это сейчас делать чаще. В принципе мне не впадывать здесь посидеть попиздеть, когда я ничего не делаю. По сути. Да нет, я не врубал демку, мэн. Там не демка была. Там, блядь, по-моему, тот же трек был. Хотя я хрен знает. Я уже не помню, честно. Да, я его хочу ремейкнуть. Не то, что ремейкнуть, а пересвести. По крайней мере мне он нравится. Что-то в нем есть. То есть не доведен до конца. Он не может так сиять, как мог бы. Как, в принципе, и весь прошлый релиз. Если бы я его нормально свел, он бы намного лучше был. Зачем ты придумал сам себе дедлайн? Сам в него не успел, блядь. Кривой себе видос туда-сюда. Ну вот и обосрались чуть-чуть. Но ничего страшного. Тебя жизнь научилась, что не надо прыгать в последний вагончик никогда. С музыкой. Если ты хочешь делать красиво, то плевать вообще, кто там что ждет. Пока ты не доделаешь, не выпускай никуда. Потому что фидбэк будет не тот в своих же глазах в первую очередь. Да, фактически, да. Я не могу ни с кем больше работать. У меня очень интимный этот момент. Чтобы я чувствовал себя раскрепощенным максимально на студии. То есть я работал много с кем. И немного не тот вайп, что ли, идет во время записи и вообще в целом. Да, 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 так он и называется. Кошмар этот, блядь. Я его блокну через Соньку. Могу теперь блочить свои драки. Я тебе заблочу его, нахуй. Нет, это не скрипичный ключ. Это ангел-хранитель. Его невозможно слушать сейчас в таком виде, в котором он есть. Там тюнуши прям режет, все криво, все пиздец некрасиво. Тогда еще не умели сводить фактически. Свели, как умели, так сказать. Еще и второпясь. То есть это вообще двойной ужас. Проблемы с памятью? Да нет, вроде нету особо. У меня замечательная память с детства. Я ее, конечно, прокурил чуть-чуть, но... Так что так. Вроде не жалуюсь на склероз пока что. Бля, с удовольствием бы, да. Только для сводки надо пару лет так убить минимум. В одинокого, так сказать, отшельника от этого мира. Просто купить себе микрофон и начать дрочить свои капеллы. Да я и сейчас могу на старых тренироваться, в принципе. Видеоуроки за видеоуроками, видеоуроки за видеоуроками. Каждый день проснулся, начал, проснулся, начал долбить. Долбишь, 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 долбишь. Лег спать, проснулся, начал ебашить. Только так у тебя получится что-то в этом направлении. Ну, в принципе, чистить дороги и прочее, это там можно и так. Мне особо не надо ума, а вот чтобы что-то из этого красивого уже начать делать, то это, конечно, пиздец. Не один год нужно затрачиваться. Спасибо. Так и двигаемся. А я хрен знает почему нету. Да можно, причем легко, просто нужно задрочиться в этом направлении. Но это нужно убивать все свое свободное время. Максимально. А сложно совмещать, как бы, написание треков, написание битов, сведения, плюс все прочие другие какие-то маркетинговые движухи и прочие говнища, еще и плюс учиться сводить себя. То есть, ну, оу, если ты не успел это сделать до того момента, пока в как человек, то это вообще пиздец. Привет своей сестре передай. Бэби Тей просто задача, если еще не поэтому ему удобно, он, считай, стрельнул уже на навыках. Теперь он может заниматься уже, считай, просто как бы создавать. А когда ты, блядь, грубо говоря, начинаешь уже какой-то иметь, не знаю, там, локальный вес в игре и тебе еще попутно совмещать все это нужно, то это сложнее намного. Спасибо, тоже не хворай там. Я не знаю, кто там что кому свел. Я вообще веду только к тому, что время, время очень сложно. Ну, по крайней мере, ладно биты научиться делать, но вот сводить еще попутно. Это пиздец. Да, будут много где разных. И что это за сериал? Я бы, может, глянул, если он интересный. Так, нет чувака, который мне вечно напоминает, что мне пора кушать эти. А то мне пора уже, на самом деле. Сколько времени сейчас вообще? Я сам мне говорит, пора съебывать. Через минуту 50 меня отключит. Так что, господа, я рад буду там пообщаться. Кушать пора. Вся хуйня. Там зожик зовет. Вот. До конца недели трек все доделаю. Все даты. Скину тизер. Скину новый музон в этом месяце. Всех обнял. Приподнял.